Сахалинские пенсионеры изучают новое. В регионе стартовал первый семестр проекта «Университеты старшего поколения». Он имеет десятилетнюю историю. В этом году его организует региональное отделение Российского Красного Креста совместно с Министерством соцзащиты и Союза пенсионеров России. На занятиях слушатели знакомятся с основами дизайна, повышают цифровую и финансовую грамотность и не только. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Мольберт здесь не просто инструмент художника. Для Галины Мальцевой эта подставка служит целой машиной времени. Женщина признается, работая за ним, вспоминает детство, период, когда времени на рисование хватало. С трудовыми буднями карандаши из жизни исчезли. Здесь хобби заиграло новыми красками. Рисование – это атмосфера нашей души. И как бы я сейчас в этом возрасте в эту атмосферу моего детства и окунулась. Мы живем вот этим рисунком. И оно помогает как бы восстановить какой-то внутренний баланс. То есть уходим отсюда с хорошим настроением, с позитивом. Аудитория художественной галереи принимает 14 человек. Здесь они изучают живопись в рамках направления основы дизайна. Для университета старшего поколения оно новое. Его ввели только в этом году. За 10 занятий слушатели осваивают натюрморт и композицию. На первых занятиях было всем страшно. Они говорят, типа, да ничего у нас не получается. А потом я говорю, так, а ну-ка, взбодритесь, все у нас получится. Говорю, это всегда первое, вот это вот, когда ты только к чему-то притрагиваешься и думаешь, да не получится у нас ничего. Все получается, все отлично. То есть сейчас они ходят с удовольствием, все, они мне там в группе пишут, что так, мы идем, мы идем к вам, то есть обязательно не пропускаем занятия, все отлично. Наибольшим спросом пользуются направления цифровая и финансовая грамотность. Это и неудивительно. В пору разгула мошенников в сети эти знания особенно ценны. Но только на этом обучение не заканчивается. Интересуются пенсионеры налогообложением и вкладами. У нас как получается, что человек положил деньги во вклад, какие-то проценты капают, он даже, скажем так, не особо-то и думает о том, что оказывается, это проценты могут повышаться и снижаться. Поэтому вот после прошлого занятия задание было для наших слушателей, у кого есть вклады, сходить в свой банк, узнать, под какой все-таки они сейчас процент лежат. Проект в этом году запустили в шести районах области. Его участниками стали порядка 300 человек. Помимо Южно-Сахалинска занятия проходят в Аниве, Хомске, Корсакове, Паранайске и Южно-Курильске. Повсеместно слушатели изучают английский язык, знакомятся со здоровьесберегающими технологиями, а на авторском курсе «Экология человека» развивают свои личностные навыки с психологом. Мы своим университетом старшего поколения вообще пытаемся доказать всем, что бабушка – это не просто какой-то элемент, который уже, в принципе, в социальной жизни не особо важно нужен. А то есть это человек, у которого масса возможностей появляется. То есть у него больше свободного времени, и они должны развиваться, они должны, наконец, заняться тем, чем они давно мечтали, будучи бухгалтером, потому что она хотела рисовать картины. Вот сейчас она может это делать. Проект состоит из двух семестров. Первый завершится 30 июля. Осенью пройдет второй. Навыки, полученные здесь, можно будет проверить уже в начале июня. 7 числа пройдет чемпионат области по компьютерному многоборью среди пенсионеров.